Привет всем! Сегодня я хочу представить вам свое новое видео. Если вы смотрели мои предыдущие видео, то вы, наверное, помните один из дизайнов Лоры Джей Перри из Impressionist Collection, который называется Lavender Fields, Лавандовые поля. Я купила этот дизайн и схему в декабре 2017 года. Мне понадобилось немного времени для подготовки к вышивке этого проекта. Сегодня я хочу показать вам материалы, которые я приобрела, и немного о предыдущих событиях. Впервые я увидела этот дизайн, вышитым в своем любимом магазине Stitching Time, и он мне очень понравился. Вот так он выглядит на картинке. Это Needle Point проект, или шовчики, как их называют. Он вышивается на моноконве 18-го каунта. И, наверное, вы помните мой первый проект на моноконве. Это вышивка от Jean Taggart. Она называется Promises. Я его выставляла в YouTube. Вот этот проект. Вот, значит, что я хочу сказать. Он тоже, он вышивается на моноконве, тоже на моноконве. Ну вот, на моноконве цвета айвори 18-го каунта. А вот для Lavender Fields мне предложили моноконву, которая называется Santa Fe Sage Green. Вот она. Это такой цвет шалфея, пыльно-зеленый. А эта канва была айвори, цвета айвори, моноконва. Значит, если вы помните вот этот дизайн, вот этот дизайн Tintaggart, я вышивала на вот такой вот рамочке. Вот. Эта рамочка 5, ну дизайн был всего 5х5 дюймов. А вот этот дизайн уже у нас 10,5х10,5 дюймов. Поэтому мне здесь понадобилась новая рамка. И вот в магазине мне предложили вот такую вот большую рамочку. Вот она относительно большая. 15х15 дюймов. Эта рамка. Вот немножко хочу вам о ней рассказать. Вот она была в таких вот упаковочках. Это две, получается, две. По две нужно. По две рамки нужно. Вот она может использоваться. Для middle point. Потом для вышивки нитками. Для вышивки шерстью, вышивки крестиком и рисования. Вот здесь вот есть инструкция, как прикрепить ткань. Вот так же я вам уже показывала. Я купила немного больше вот этой вот ткани. Этой моноканвы. Потому что я хочу вышить еще другой дизайн. Вот такой вот, такой же дизайн. Только он будет вышит нитками другого цвета. Ну теперь давайте я вам покажу нитки и бисер. Вот как вы здесь видите. Первые я хочу вам показать. Это ниточки от Caron Watercolors. Номер 2.95 Mountain Haze. Горная дымка или горный туман. Вот такие вот нитки. Кстати, Laura J. Perrin предлагает нам свой выбор ниток. Вот я именно следовала ее выбору ниток. И он в фиолетовых и зеленых тонах. Так вот, эти нитки. The Caron Watercolors. Вот мне нужны их 2 моточка. Я буду их использовать в первый раз. То есть я еще никогда такими нитками не вышивала. Вот, конечно же, я с ними познакомилась. И здесь у нас есть вот такая вот инструкция, как их использовать. И что мы можем здесь прочитать. Что эти нитки можно использовать для Needle Point, для шовчиков. Потом для вышивки крестиком и для квилтинга. И вот здесь пишется у нас, что для Needle Point на Mono Convy 10 каунта здесь советуют вышивать в 3 пряди. 3 отдельно разделенные пряди. Вот как вы видите. Сейчас я попробую приблизить. Вот эти ниточки представляют из себя, вот как такие косички со сплетенных ниток. Значит, дальше буду я вам рассказывать по этой инструкции. Значит, я уже вам сказала, что эти нитки можно использовать для Needle Point, вышивки крестиком и квилтинга. И для Needle Point на Mono Convy 10 каунта. Здесь советуют вышивать в 3 отдельно разделенные пряди. Дальше. На 13 и 14 каунте в 2 пряди. Здесь также обозначено, что одним ярдом, это приблизительно 91,5 см, можно вышить 1 квадратный дюйм моноконвы. Здесь моток содержит 10 ярдов или 9 метров. И 1 дюйм, это 2,5 см. Для 18 каунта рекомендуют вышивать в 1 прядь. И 1 ярда хватит на 1,5 квадратного дюйма. 1 квадратный дюйм, это приблизительно 6,45 см. На 24 каунте рекомендуют вышивать только Барджелла в 1 прядь. А сам шов для Needle Point это континентальный шов. Или еще он называется Basket Wheel Stitch. В общем, я нашла такой перевод, континентальный. Для вышивки крестиком рекомендуют вышивать в 1 прядь. Когда вы вышиваете через 2 нитки, то более удобно будет вышивать 2 пряди. И для квилтинга эти нитки подходят для больших стежков или для декорирования изделий. Вот такой вот рассказ об этих ниточках. Чтобы вы знали, что я узнала для себя и хочу поделиться с вами. Так, дальше я буду вам рассказывать о ниточках DMC номер 5 Перли. Вот здесь нам предлагают номер 368. Это светло-зеленый 1 прядь. Дальше. Medium Green. Это зеленый, скажем так, средне-зеленый. Номер 367. Дальше. Темно-зеленый. Это номер 895. Здесь уже одного и другого нам нужно по 2 моточка. Дальше номер. Темный. Барвинковый. Вот такой вот. Это один моток. 333. И один моток. Это светлый барвинковый. Номер 340. Вот это у нас все нитки DMC Перли номер 5. Так, следующее. Это будет у нас крейник номер 3215 Лайм Грин. И потом будут у нас тут также принимать участие в этом проекте. Ниточки от Rainbow Gallery. Вот эти ниточки от Rainbow Gallery. Silk Lamp. Silk Lamp Braid. Вот они у нас эти ниточки. Значит, War Apparel рекомендует нам лавандовый. Лавандовый цвет. Но мне в магазине предложили 59 сиреневый цвет. Вот нужно 2 моточка. А лавандовый это номер 22 цвет. Вот такой вот у меня будет сиреневый. Дальше. Что у нас тут? Здесь в этом проекте также принимают участие нитки от Young Loft International. Или сокращенно я буду называть их YLI. Ribbon Floss. Так вот, Лора предлагала нам вот эти нитки. Это номер 148 040 Purple. Пурпурный или фиолетовый. Но в нем в магазине предложили заменить вот на этот Neon Race. На вот этот вот цвет. Этот цвет у нас тоже фиолетовый 0.9. И вот еще одни нитки, на которые была сделана замена. Это у нас YLI Ribbon Floss 148 037 Green Opal. А вот мне заменили на 33. Lodden Green. Вот нужен был молочно-зеленый. Мне вот сделали такую замену. Номер 33. Но я думаю, что это тоже подходит. Ну и вот бисер. Бисер продавался вместе со схемой и инструкциями. Вот Лора также предлагает нам вышить этот дизайн в таких вот цветах. Кроме Purple и Green, которые я вам только что показала. В Teal and Green. Teal это цвет такой, который можно так охарактеризовать. Это глубокий синий-зеленый цвет. И в зеленых тонах, которые я вам показывала. Также здесь есть такой совет, что мы можем сделать сами подбор ниток, если мы хотим. Вот что Лора говорит нам, нужно нам сделать сначала. Сначала нам нужно выбрать свои любимые нитки перли в смешанных цветах номер 5. Вот у меня есть мулине такое. Сейчас я вам покажу его. Вот здесь вы можете увидеть вот эти вот нитки в смешанных цветах. Это нитки перли и Color Variation Floss. Вот есть вот такие вот нитки DMC, как вы знаете. И есть вот такие вот нитки. Вот у меня тут тоже есть набор этих ниток. Так вот, Лора предлагает нам сначала выбрать какой-то смешанный цвет. Вот из этой вот коллекции. Потом надо будет выбрать два цвета, которые гармонируют с вашими подобранными нитками перли. Вот у Лоры в данном случае это были фиолетовые и зеленые цвета. Затем нужно выбрать один цвет, который есть подходящий темный, в котором есть подходящий темный, средний и светлый спектр. Вот я вам показывала, что это были у нас вот ниточки зеленого цвета. То есть это было у нас светлый, средний и темный. Потом, вот смотрите, вот эти нитки, да. И этим цветом будет вышиваться кайма или ободок. Вот как вы видите, здесь вот вышито вот такими вот зелеными цветами. Вот. Потом нам надо будет хорошо подумать, какой цвет будет гармонично составлять основу для всей работы. И вот второй цвет, он будет основным выделяющимся цветом. Он может ярко контрастировать или мягко дополнять ваш первый выбранный цвет. Вот у Лоры этот цвет, вот этот вот перивинкл или барвинковый. Вот. Дальше. После того, как вы выбрали цвета ниток перли, переходите к выбору ниток металлик. Вам нужно будет два цвета, которые будут подходить к вашим выбранным цветам. И Лора советует нам выбрать из ниток Ribbon Floss или Neon Race Plus. А также один цвет из Silk Lamp, который подходит к вашему основному, выделяющемуся цвету. То есть вот это вот будет, вот этот вот у нас цвет. И вот в данном случае это у нас вот эти вот ниточки. И, наконец, выберите бисер, который будет приятно контрастировать с вашей законченной работой. Также Лора обращает внимание на то, что если вы хотите вышивать этот дизайн на меньшем каунте, то вам нужно будет использовать нитки потоньше, такие как Variegated Wild Flowers, номер 8 Перле, потоньше Metallic Ribbons и номер 4 Крейник. Ну, я думаю, что стоит попробовать вышить этот дизайн на ткани равномерного переплетения. Вот я сейчас положу сюда все ниточки, которые вот у меня для этого дизайна, вот чтобы вы полностью могли увидеть. Ну, и вот что я хочу еще заметить, что общая цена для подготовки ко всему этому мне обошлась около 91 доллара. Так, ну, вот такой вот мой обзор будет на сегодня. И буду я начинать скоро свой проект. А вас благодарю за внимание и приглашаю вас вместе со мной вышивать и следить за этим проектом. Ну, на сегодня все. До встречи и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok